Музыка Музыка Хотелось бы, конечно, знать, что вас привело, да? Вот если о себе говорить, меня это, так сказать, привело к занятию диалектикой По классическому его воплощению в науке и логике Мне привел пример моих товарищей и старших тоже Когда учился в университетной экономической факультете У нас был студенческий научный кружок Я думаю, что, судя по всему, многие учились И, наверное, тоже были знакомы с такой формой, где-то и участвовали У нас был такой необычный кружок, на регуле достаточно обычный Который назывался «Диалектический метод политической экономики» Что же это такое? Ну, и потом я знал, что это делал Михаил Васильевич Попов Он тогда еще не был, доктор Филасовский, как бы, провелся Возможного видео по интернету Он как раз сейчас широко известен по этой работе И по всем другим выступлениям публичным И вот я пришел на занятия, сидя, значит, люди тоже хочу записывать Я говорю, да погоди, ты ничего не надо А учебник какой-то? Я говорю, пока не надо, послушаю и так далее Был нас много, в том числе на одном из занятий был Алексей Алименович Кудрин Но я чувствую, что он для них не освоен Судя по тому, что это не лучший Михаил Васильевич Попов был у него руководителем дипломной работы Он так, конечно, корректно развивался Но, мне кажется, не лучший дипломник Во всяком случае, в пути разошлись Ну, мне просто было интересно, да, чем же люди занимаются Потому что, вы знаете, в университетах всегда хочется, ну, знаете, не передели тебя там Что-то такое узнали, чего ты не знал Я в таком соревновании хочется поучаствовать Я действительно хочу в этом соревновании участвовать Ну, и это любовь на всю жизнь Первый заход был в 79-м году, но сейчас прошло достаточно много лет И я этим занимаюсь и понимаю, что это действительно дело жизни Не в том смысле, что это, так сказать, стало средством моего заработка Нет, я зарабатываю и работаю по другой профессии, хотя это еще здесь Но это совершенно необходимо, если я хочу достичь научных результатов Значим в моей науке, я об этом убедился абсолютно Абсолютно Ну, я думаю, что студентов здесь не видно, да, если бы студенты, то Разбор о том, что это может дать нам с вами Ну, вот мне это дал и метод изучения экономических проблем Ну, и благодаря этому, я думаю, что и благодаря этому, в том числе, автор ряда работ На мой взгляд, достаточно интересного, дискуссионного И это не собираюсь оставлять Я думаю, что мы с вами, естественно, будем обсуждать те проблемы Потому что сама по себе диалектика остается только орудием, да, но орудие должно действовать И мы будем с вами использовать эту диалекцию, так сказать, чтобы историровать примерную диалектику и так далее Значит, если здесь были бы студенты, то с чем сталкиваюсь? Вот они изучали, все студенты у нас изучают курс философии И вот, как вы помните, не знаю, может в ваше время что-то изменилось Мое время было так Открываешь учебник Ну, хорошо, старайтесь, мы студентов читаем Качество Это сущностная характеристика предмета Ну, хорошо, запомнил Значит, дальше читаем Сущность Ох, напрягся А это главные качества Когда ты все это прочитал Я понимаю, что надо учебник закрыть Потому что движение уже вперед нет Это же тантология получилась Вы что одно через другое определяете Я понял, что для задачи экзамена, конечно, пожалуйста Я вам выучу, хотите это, хотите то Но это вообще, наверное, тупик То есть это, так сказать, лишнее совершенно обременение Ну, ничего не дает Так что, если студенты вы были, то вы тогда бы, вот, появились, сказать, постигли ту логику, которая позволяет избежать вот таких определений, которые даются в учебниках Таким учебникам учиться нельзя По гибели не только что можно Но единственное, наверное, и нужно Потому что в этом смысле учебник философии уникальный Для таких определений категории, которые предполагают тантологию, да, повторение ночью из другого Просто вы не встретите ни одной повтореющейся категории Ну, я понимаю, что не все студенты, или все, кто были студентами, уже вышли из этого блаженного возраста А для чего тогда? Ну, для того, чтобы, если не связано с научной работой, привести в порядок ум Привести в порядок ум Разобраться во многих вопросах Ну, и, скажем, ведь в науковой логике заявили, что это классическое воплощение дилектического метода А люди, как известно, мысли дилектические задолго до того, как узнали, что такое диалект Говорят, да что в таком приходить, если мы и так знаем, да? О чем вы говорите? Прозой Так а зачем же тогда теорию литературы изучать, если мы все прозой говорим? Ну, тем не менее, вы сами понимаете, что одно дело, так сказать, знать, а другое, так сказать, быть известным, да, и известно, что всем главным противоречия событий, характеров, людей А другое дело, так сказать, познать это, так сказать, последовательно, да, и тогда мы становимся господами вот этой обстоятельствами И тогда мы достигаем свободу Вот свобода мысли, это не просто, давай я скажу, что всякую глупость, которая в ум запретет, и все, что меня берет, вот эта свобода мысли А этому свобода мысли стоит в том, чтобы вступать со знанием дела, по предмету, которому ты уступаешь Вот такой свободы мысли, к сожалению, у нас очень мало можно встретить И может быть даже не от того, что люди не хотят А потому что, ну, для этого, чтобы такую свободу ввести, нужно пройти через старство необходимости Нужно себе позаниматься А как можно позаниматься? А нужно выбрать вот такое гениальное произведение, как музыки коммерческой В соответствии с которым ты настроишь свое мышление или, занимаясь изучением чего-то, и будешь постигать тот метод Который является единственным научным, и который позволяет нам решать наши проблемы как в науке, так и не только в науке Потому что философия, как вы знаете, это наука о чем? Об общих законах развития природы, общества и мышления Поэтому да, мы занимаемся с вами, казалось бы, только чистой мыслью Но поскольку эта мысль отражает действительный ход событий и действительное противоречие Тем самым мы с вами учимся и осваиваем метод постижения противоречий нашей жизни Это нам практически очень пригодится Ну вот, например, в нашей среде есть такая форма работы, как лицензирование диссертации И вот человек, значит, прочитал диссертацию Спрашиваешь, ну как? Он скажет, неплохо, неплохо Думаешь, ничего себе, что же человек хотел сказать? А как можно по-другому сказать? А почему вы не скажете «хорошо»? Вот «хорошо» и «неплохо» — это одно и то же? Ну, строго говоря, это одно и то же качество или одна и то же определенность Но, когда мы говорим «неплохо», мы берем, заходим, рассматриваем качество со стороны отрицания И тем самым вытягиваем вот это «неплохо» Давайте сейчас расскажу о каком человеке Он не вор, не убийца, не насильник, не мошенник Как вы думаете, мы этого человека подняли? Приподняли? Думаю, что нет Но мы ее не скорбили Если кто-то вам будет претензии, вот вы скажете, что при человеке вот такой вот этот к нему И он будет на вас обидеться Скажет, а что вы делаете? Я наоборот очень хорошие вещи вам сказал Что вы никогда не ворвуете, что вы ведете себя правильно Да? То есть, так сказать, этого человека вроде бы и не обругали Но вы их преподнесли и аккортизовали его качество со стороны небытия То есть со стороны отрицания И тем самым эта связь с этим отрицательно всплыла И тем самым вы не сильно его похвалили Поэтому, если вы не хотите человеку, надо сказать, что-то прямо И заметьте по отношению к вам Если вот такое пошло через «не» Через три цели А не через, значит, реальность Ну, тогда там запаз их, видимо, камень Это уже житейски полезно Ну, и вы тоже хотите поддержать человека Так зачем вы тебе говорите? Женщина скажет «Да знаешь, ты неуродлива, дорогая» Вот женщины на этот счет очень чуткие Как только они это услышат Вот не надо таких комплиментов Например, скажем «Ты прекрасный, чаровательный» А то же самое Отрицание уродства – что? Красота Ну, зачем преподносить это со стороны отрицание, когда можно и лучше в данном контексте преподнести со стороны реальность? И вот таких вещей Житейских Мы такие вещи Можем встретить на каждом шагу Где можем сказать так или по-другому Или, например, значит Всегда вот Значит, вы в корне не согласны С тем, что человек сказал И что вы будете начинать с того «Я в корне с вами не согласен» Ну, а вот, ну, хорошо А человек, может быть, в данном вопросе Именно заблуждается А человек, он хороший А вы с ним в корне не согласны И как он к вам будет относиться И как вот диалог, знаете, так сказать, построить с ним Всегда, ну, я думаю, надо С утвердить Вот Вот Я Согласен с этим человеком Потому что он поднял Очень-очень важный вопрос И после этого Все, что вы хотите сказать Но, тем не менее Вот это Но вы начали с того, что вы согласны И вы взяли его в союзники То есть Вы начали с бытия Да? И поэтому никак Вот Как вы выступаете И как вы Формулируете свои мысли Это же Страшно важно В житейских делах Так вот не означаю В обиде человека И скажем через Через отрицание Скажем то, что Должен был прозвучать Утвердительно Да? Или сразу Пошли в критику Значит Как вот потом с этим? Вот Занятие диалектикой Оно в этом смысле И житейство Очень полезно Вот человек Когда будет говорить Обдумав И понимая Что есть некоторые вещи Закономерные Что одно и то же Имеет две стороны Да? Какую сторону Нам В данном случае Важно Я понимаю Что если с фрагом У меня эти дела Ну что У врага нет ничего положительного Да как ничего положительного Скажем От рода человеческого И художник был И собаку любил Он к собаке Как хорошо относился Да? И даже вот По-рыцарски можно сказать Поступил Могилу Женился Женщине И что мы будем об этом говорить Нет Мы не будем Мы все-таки будем Тогда Страна отрицательная Что он на роде человеческое Что значит Он такую машину возглавил Как по уничтожению человечества И что Загоним Угропу И правильно сделать что-то И так далее То есть В данном случае Мы будем как раз Со стороны отрицательной Заходить Потому что Мы решаем вот эту задачу Здесь уже война на уничтожение Или он себя Или ты Зачем Уж тогда Какие-то положительные качества Выставлять И с них начинать То есть Это тоже очень важно Поэтому Вот у врага Какой-то был Диск Вот А Вот Я вспоминаю Один Сванидзе Помните Дал по физиономии И вот Ты говоришь Значит Коля поступил как рыцарь Ничего себе Такое положительное утверждение То есть Сванидзе как рыцарь Он открыто Значит Выступил Он смело Честно И так далее И он еще выступил Смело Вы знаете Например что в свое время Сванидзе говорил Что Комсомол В истории Которые мы скоро будем праздновать И здесь много имен И комсомольцы В том числе Заводских Это Хуже Гитлера Югенда То есть фашистской Молодежной организации И как же после этого Можно вот Значит Начинать с того Что Это же просто враг Вот В этом смысле Значит Скажем Прав Бушик Владимир Сергеевич Известный наш публицист Который Он уже по-моему 95 Который говорит Свинизы Сволочи Негодяи Бразь И так далее Потому что он тут кровь проявал Как комсомолец Да Для него это Святое Он понимает Что такое Гитлер Что такое комсомол Какие тут уже компромиссы Здесь на уничтожение Здесь приводить На уничтожение Какое тут Какая игра в рыцарство Какая Попытка найти Что-то положительное В этом явлении Как когда идет Война на уничтожение То есть Слово это Орудие В жизни И в борьбе Тоже Особенно с такой Борьбой Протекает В нашей жизни Политической Видите какая Нашнеполитическая Обстановка С нами тоже Словами мои Например Мы знаем Что Скажем Режим На Украине Это Фашистский режим То есть Фашизм Американский А они Представители А как вы думаете Они нас как характеризуют? Фашисты То есть Для них Мы Фашисты И что Они тоже правы Что ли? Скажем по своему прав Или все таки Есть на дно Наверное Есть на дно Значит Тогда Что бы они не говорили Так а в свое время Гитлер что думаете Воевал Значит Он выступал по знамени Человеконенавистничества Да Опять А воевал А вот Значит Россия Советский Союз Это Сметащий прогресс Да нет Мы были Большевистские Горды Которые Должны уничтожить Европу И так далее То есть С той стороны всегда Идет на уничтожение Поэтому и так далее Тоже Относимся Борьба Так борьба Мы знаем Что единство всегда Относительно А борьба Противоположности Абсолютно Так вот Это единство Не надо переоценивать Что он тоже человек Он там джетлемен Он не сразу Плесу ударил Это его достоинство Будем подчеркивать Нет Он врать Даже если не сразу Плесу ударил Вот Значит Что бы я хотел сказать В качестве предварения Что Диалектика Это Штука полезная Во всех отношениях В наукере В жизни В переговорах Чем бы не заниматься Вот я думаю Наверное Это вас и привело Что еще могу Я думаю Что заставить вас вечером В субботу прийти в 6 часов И сесть А Джон Который Там Наверное Так Куда они пошли Столько мужчин помянешь А сколько там Это ладно мужчин А если там еще и женщина А тот или Сергеевна сидит Потом объясняешь Там была только одна И она вроде как Директор Это уже И вы все-таки пошли Почему Вот Я теперь О себе рассказал я И предположил Некоторую играть А почему пошли Можно знать У меня У меня у меня выходной сегодня Хорошее дело Я думаю Приятно послушать Снимите Обстановку И все такое Отлично Многие причины Назвали К своим предварениям И пришли Разобраться в этом Заодно Попробуй тогда Как-то и познакомиться Потому что Хотел Можно вас узнать Максим меня зовут Максим Значит у вас выходной сегодня А что смеюсь Нет Ну я всегда на работе Я понимаю И тогда Возникает мысль А что же Он пошел сюда А не куда-то туда А вот Скажите пожалуйста У Максима сейчас Какое время Свободное Свободное Причем В точном Понимании Этого слова Что я говорю Свободное время Это время Для свободного развития Вот если бы Максим бы пошел Я не знаю Куда-то там Ну условно говоря Чувствую что вы не с тем Да скажем В пивную В этом не рабочем времени Но не свободное Это же пропало все тело В много лет уже не притрагиваешь Вот и пора А у вас сейчас В полном смысле это свободное Потому что вот Наукой логике Занимаются Многие люди Многие Но они так что Уж по сравнению со всей оседлением Многие Я думаю что несколько сот человек Из 148 миллионов И вот вы теперь тоже Так это вообще На вершине свободы Мы с вами знакомы Сейчас напомните пожалуйста Ну да Меня зовут Краснов Антон И я И у меня рабочий день Ну понятно А у меня свободы Ну вот Да Собственно говоря Я не брезгую Никакими инструментами В познании окружающей действительности В том числе Наук и логике Ну вы знаете Вот то что Вы не брезг Это положительно Хотя Это хорошо Сказать Вы чувствуете Да Со стороны отрицания Со стороны отрицания У нас Никто к снегегелям Да Я с вами конечно согласен Что снегегелям Должен быть В этом ряду Но единственное что Он безряда Он уходящий Потому что я думаю что рядом Что-то снегелям поставить Это очень трудно Ну вы можете прийти И там что-то уже здесь Пропустить Можете даже Походить Что называется Потом не походить Но вы поймете Как это надо делать Да Изучать Ну а потом Я хочу сказать Я это понял Могу с вами поделиться А вы потом я думаю В этом сумеете Победиться Что Постижение Науки логики Да Диалектики возможно Через Только Через обсуждение Я Вот там мысль Должна быть Объективирована Вы еще помните Мысль Изученная Есть ложь А на самом деле Вот это единственная Форма ее Скажите Объективирования Чтобы озвучить И когда ты озвучишь Тогда уже Она становится Приметом анализом Так сказать Приспорсмотрение всех И тебе скажешь Нееет Узыскает взором умственном Вот это здесь не так И тогда вы подвинетесь А сам собой беседу не проведешь Ну никак Поэтому Как получается Что читать можно Это очень полезно Но то что вы поняли Должно быть выражено в понятиях А это выражается через Речь То есть через обсуждение Поэтому Позвольте себе Такое слово Научное Которое наследие Адекватная форма Освоения диалектики Это через обсуждение Поэтому заметьте Кружок Кружок Там Значит Не любите ли там Друзей Диалектики Это такая форма Вот Ничего другого здесь Да Но По профессии Вот Науку и логике я занимаюсь Очень давно Несколько десятилетий Бывали более активные времена Бывали менее активные времена Потому что Одно дело Когда Кружок Ходишь Михаил Васильевич Потом Когда Приехал сюда Здесь уже не так часто приходилось Несколько лет назад Был Кружок Со студентами Очень Очень талантливые ребята Я просто поражаюсь Они так хорошо И быстро шли И все Котловили на лету Я даже думал Ну пойдут в науку Значит Сбербанки Один Вторая Третья Тоже где-то Четвертая В высшей школе экономики В науку не пошли Я думаю это пригодится Хуже от этого не будет Честное слово Но У меня всегда была такая мысль Что бы еще Кого-то в науку тоже бьем Пока не получился Очень мало Людей из Экологического кружка Пришло в науку Потому что Те кто пришли Это очень основательно Скажем То есть по интернету Об интернете говорится Скажем Олег Анатольевич Мазов Есть такой человек Известный Тоже очень членый Измечательный книгу У него О рабочем тачке в России Написан Ну и Есть такие еще люди Но их не много Я не буду тогда Дальше говорить О значимости этого дела Хотя Вот есть очень интересная книга Может в интернете она есть Я не знаю У меня был просто Напечатанный вариант Гегель как судьба России Гегель как судьба России Из которой я С удивлением узнал Да Что В тридцатые и сороковые годы 19 века Была Ну Даже я бы сказал Мода на Гегеля Человек Был не хож Общество Общество того времени Если он Не знал Гегель Поэтому этим занимались Сотни людей Учитывая Какой был тонкий Словен тенденции Сотни людей Занимались Значит казалось Что Гегель Сотни людей Лев Николаевич А мы то с вами Удивляемся Такая философичная Русская литература Братцы Он серьезно этим занимался Он серьезно этим занимался И поэтому Когда мы считаем Рассуждение о том Что было если Один солдат не пошел на войну Это как раз Вот из причинности Прямо Идет Рассуждение Гегельского текста Значит Иван Сергеевич Тургенев Ну лирик просто Дальше некуда Пейзажист Можно сказать Литература Магистрант Оказывается Магистрская диссертация И долго думал Кему Куда пойти Или сюда Пошел дальше Все таки Художники Но тем не менее Философская составляющая У него тоже есть И видите как он Забывал современника Там это уже большие коллизии Ну я уже не говорю О Герцене Александра Ивановича Которые Значит С Белинским Обсуждали Белинский Сжал Если Голова трещит Белинский Еще один Иссерионов То есть Литературный критик Когда есть критику Вы посчитаете Гегельского Просто очень много Но поскольку Голова трещит То он немножко Не переварил это дело Она у него выпирает Эту конструкцию Там где не надо А у Герца Нет Он постигал Эволюцию Это тот человек Который Заметное место В нашем Эволюционном Движении Развитие нашей Мысли Отечественной Демократической Ну я не говорю Уже Вадим Ильича Ленина Нашел время В 14-м году В самое острое время Эволюционная Война До этого Он тоже был знаком Но как-то неизвестно Что он его что делал А вот там Огромный Конспект Науки логики Огромный Конспект Науки логики И он что делал Вывод какой Значит Пишет Владимир Ильич Нельзя Вполне Понять капитала Маркса Особенно его первой главы Не простудировав И не изучив Основательно всей логики Гегля Точно Дальше Значит Спустя полвека После Маркса Не понял капитал А то же марксисты были Всякие там Каусские Туда-сюда То есть Ну я уж Маркса пропустил Потому что все мы знаем Что он начинал то он как Надег Гегельянец То есть для него это вообще Была его стихия И он Много усилий Продолжен чтобы вырвался Из плена этих представлений Да и стать материалистом То что Капитал есть Реализация Директического метода Применительно Конкретному способу производства Это всем известно Поэтому когда мы восхищаемся Скажем Какая железная логика А что вы хотите Ну человек Вот Так сказать Владел логикой Директической Изучая науку логики И это Потом Решил более сложную задачу Расстрел логику Это Кстати говоря Восхищаются Все Мне приходилось Слышать выступление Жореса Алферова Вы знаете Нобельск Физик Он выступал на конференции Маркса современность В Санкт-Петербургском университете На флософском факультете Специально пришел И он показал Что он действительно Знающий Не только физики Понимающий Он говорит Ну вот я был студентом Читаю Макс И чувствую Такая величина На всю жизнь Вовность Уважение И Желание Совета С Марксом Как дошли до Подэкономии Социализма И это Правильное отражение того что было То есть Маркс Раскрыл Логику Катлинистического Способа производства Раскрыл Закон движения Способа производства А вот Подобного Применительных Социализма Сделано не было Ну Наверное Отчасти Это А может быть Это и одна из причин Теоретических Краха Того что делается Потому что Ленин значит Продвинул до Переходного периода Это Как диалектик А уже Сталин Уже Видимо Я бы так сказал Что он Прирожденный Диалектик И даже может не Прирожденный Поскольку он очень Снабайтно изучал Ленина То этот дух Диалектики Который им присущ Он тоже усвоил Но Без занятий Как того Диалектика Уже дальше не пойдешь И поэтому Задачу развития Социализма Сталин внес Свой вклад Будет время Может мы в этом скажем Но Достаточно Последовательно Развернуто Ну аж после Товарища Сталина Понятно Я не знаю Они вообще Слышали это слово Да Так что мы с вами попали В очень такой Хороший круг Людей Устанавливаем Мы в том числе Преемственность С интеллигенцией Лучшей интеллигенцией Первый план 19 века С великими Творцами Золотого века Русской литературы Ну я что говорю с таким Ну не так Товарищ Ленин Ну а вот если дальше вести линию То кто это воспринял В России То Поднял Это знамя Ленин вы помните В одной из своих последних работ По знамям марксизма Найдите Вот не случайно здесь Подвещало О том Любители Диалектики На партии большевиков Должно быть Стать Нечто вроде Кружка Друзей Геглевской диалектики Без этого Матерризм Из сражающегося Превратится В сражаемый Ну так вот Он действительно И превратился В сражаемый То есть Тот который Был Побежден Но тем не менее На нашей Невинаучной Это не пропало И вот Кто поднял Это знамя Два Человека Значит Михаил Васильевич Попов Которого вы в интернете видели Слышал Считаю Шестьдесятый год стал заниматься И Игорь Константинович Смирнов Это Старший Товарищ Михаила Васильевича Попова Умница Я его тоже застал Но это люди Которые Вот скажем Игорь Константинович Смирнов Написал книгу Которая Завершила Чего-либо земельные ренты Капиталь Маркса Вот если вы Дойдете до третьего тома Капитала второй части Там земельная рента Там вроде так все хорошо А не складывается Это во-первых Была уже Обработка Энгельса Потому что сам Маркс Ее не завершил Вы знаете что Второй третий том Завас Энгельсом Который посвятил Энгельс был Чрезвычайно талантливый человек Он пожертвовал собой Поставил Как говорил Маркс Но это Осталось недовершенным Там внутренние Есть противоречия Не эллиптические А просто вот Видно что Не доведено дело до конца Так вот Игорь Константинович Выпустил небольшую сравнительную книгу И где это Делало его до конца Вот Это Занятие диалектики Ему помогло это Поэтому если Вот Говорить о сокровищнице Марксизм То это Скажем Капитал Плюс Книга Смирнова Ну а Михаил Васильевич Попов То есть Не с ошибаюсь В восемьдесят шестом году В восемьдесят шестом году В восемьдесят шестом Их разрушение Стало преобладать И поэтому Вроде как И не слышали Вот там Сверху не слышали Ну Тем не менее Это для науки осталось И всякий Кто хочет понять Как же будет развиваться Социализм в будущем Может найти эту книгу Посмотрите Там основные противоречия Этому способу производства Представы То есть Вот Люди Которые Этим занимались Они носили Выдающихся Научных результатов Но таких людей В России Было Трое Ну или четверо Я бы добавил сюда Василия Аковлевича Ельмеева Если вы найдете Наберете Поисковики В такой примере Вы увидите Колоссальные работы Ельмеева Ну и Виктор Наверное Георгиевич Долгох Тоже Вот Буквально Четыре-пять человек Хотя Ленинская постановка была Что надо И изучать И так далее Ну Я последней Завершаю исторический экскурс Вот Пока Сталин что изучал Или не изучал Вот Я наконец-то Раскопал Что какой-то Профессор Молодой 30-летний На мой взгляд Этот молодой Значит Красный Академик Красной профессуры Университет Красной профессуры Значит Взялся Сталин Тректовать На Новую логику Но Видимо Он Стал ему читать Лекции Да еще так Сыпалось Жару Что же он сразу не понимает И Сталин улыбнулся И Эти знаниясти прекратились Это не оправда Это вообще Сталин Ну хорошо Этого надо было Остранить Найти как-то толкового И так далее Просто В данном случае Этот профессор Значит Не выполнил свою роль Он стал поучать Человека Который Сказать С которым надо Ну потому что По уровню туристическому Уж Этого профессора У него всяко выше Но помочь надо будет Привлекать Не так А то значит Он большой ученый Хотя Хотел бы послушать Что он Говорил Не думал Что далеко еще Ну хорошо Значит это вот Мы всем убедились Что то Чем мы занимаемся Имеет В России Очень богатую традицию Я не знаю Даже есть ли еще Такая традиция Я честно говоря Не знаю Где Есть ли за рубежом Такие кружки Где рассматриваются На руководите Это раз Но это традиция Которая Явно представляет собой Прогресс И представляет На всех этапах Нашего развития Поэтому Если мы участвуем В развитии Вот этой традиции То мы тоже делаем Большое общественно значимое дело А не только Если мы решим Свои Вечные задачи Итак Всякая наука Как известно Систематическое Синтезирное знание Да Вот мы с вами Будем заниматься Философия И Философия И Философия Скажешь Ну мы же пришли на дилектический метод Так а метод то чего Какой наук то Философия Да Дилектический метод Это родной метод философии А что такое метод Это осознание Внутренней формы Сомнодвижения Как вы можете еще изучать науку Без метод Мы будем заниматься методом Не беспокойтесь Именно и мы будем заниматься На это обращаемся Так вот Значит Всякая наука Систематическое знание И философия Тоже Ну Эта система строится Не произвольным образом Вот сейчас Мы все сложим Вот Есть такой В науке С 60-х годов Системный подход Все можно рассматривать Как систему Мы с вами Система Конечно Много элементов Одного помещения Точная система И эта система Смотрите Доска Мел Кряпка И вот Этим можно и удовлетвориться Что все система Все элементы Я думаю что нас это не устроит Потому что это какой то такой Чистый субъективизм Чистый субъективизм И мы с вами хотим систему построить В соответствии с объективной логикой Вы скажете А как эту объективную логику В сфере мысли Ну как Так логика Отражение же Действительного развития Значит И в нашем мышлении тоже есть Объективная логика То есть не то что Взбредет ум Да А то что Приходит к каждому Кто внимательно рассматривает Этот предмет То есть В философии есть своя Объективная логика То есть независимая От наших Желаний Устрелений От нашего субъективного начальника Вот Такой логикой мы будем называться Так вот Значит Я думаю что Для построения систем Нам нужно выбрать Начало С которой мы будем строить Что взять в качестве начала Можем пообсуждать Что может быть Началом системы Любой Импульс Идея А импульс Оттуда Получился Да Не то, что сразу Такое Движение Я вот так спросил Тогда Нашу в другую область Перейдет Вот какая категория Должна Образовать Составить Начало Теоретической системы Понятия Понятия Там все понятия Каждой категории Есть понятия Наиболее общие понятия Нужно дать определение Чтобы Перейти к системе Ну, грубо говоря Это предмет Нас нашел определить О чем мы говорим О чем Вы как-то определите предмет О любой Ну, любой Ну, любой Это вот Тогда мы попадаем В царство производа У вас будет свой предмет У меня свой предмет А мы хотели бы Выбрать то, что Действительно Объективно Выступает в качестве начала Ладно, не буду это говорить Я думаю, что надо выбрать Для системы Объективно то, что наблюдаем Самое Философон непосредственно Для системы Простую категорию Всю Все что? Все что наблюдаем А мы с вами вот Будем использовать те категории Которые относятся ко всему Философия же наука Общие законы Поэтому Все категории относятся ко всему Каждой категории Вот Самый простой, да? Знаете, имеете ввиду Самый простой Самый простой, конечно Понятно Самый простой Вот это будет начать Во всяком деле Самый простой Это все Самый сложный Самый сложный Как бы найти такое Что есть Самый простой Самый простой Совершенно верно Да Да Видите И вот Если вы возьмете Науку логики Кстати, у вас эта работа Есть? У всех? Не у всех? А вот и есть Да, вот Егер Значит Долгое введение С чего следует Начало Долго-долго Нужно Живиться С чего следует Начало Но это значит не начало Он только разъясняет С чего следует Начало Вот все это долгое разъяснение Посвящено одному Одному Что Начало Есть Нечто Беспредпоцилочное Потому что Если мы Хотим Объяснить вам начало То как можно объяснить Надо найти более простое Исходя из которого Мы это А если найдем более простое То что То что мы хотим объяснить Не будет уже начало Поэтому Не надо пытаться Объяснить Начало Почему вы выбрали такое начало Не надо пытаться А как же тогда проверить Мы правильно не выбрали Неправильно Так вот Истинность Значит Выбора начала Лежит не Вперед А после В конце То есть когда мы Хотим с вами построить Этическую систему Значит Если мы с вами Ну вроде бы как Простая самая первая категория Это некоторый фундамент Основной всего Значит Если мы С вами правильно выбрали начало Тогда и будет Построено все это здание А если у нас не пойдет Значит начало Будет неправильно Вот И все То есть поэтому Обоснование Истинности начало Бежит В конце А не перед началом Поэтому Дальше уже можно говорить А что же Скажите Гегель то что делал Он что думаете сел Просто говорит Я не хочу ничего Знать И сейчас я пойду Он обобщил движение Всей философской мысли Историю философии У него Каждый по отдельности Работа очень интересная Но Везде есть следы Его идеализма То есть его представление О том что Творец который Во всем проявляется А меньше всего идеализма Где В ланке логике Потому что Там Он обходился без Бога Он мог так же Сказать Как Отвеченный Монопартов Что тот спросил А как же Бог Он говорит Я не нуждаюсь В этой гипотезе Для того чтобы построить Систему логических категорий Гипотеза Бога не нужна Просто не нужна Так он Он ее пытается Где-то как объективный идеалист В примечании И Ленин так Не без Если пишет Единиц Гегель Загнал Бога В примечании Потому что В основном В тексте Но нет ему места Ну Да и в примечаниях Он прямо скажем Его Что называется Пятая нога телеги Ну Как бы он должен Сказать что Ребята Не забывайте где он жил Он должен был Маслить лояльность Русское государство Анархическое И так далее А самое главное Христианство Главное Христианское Партие Конечно Христианское Партие Налог На общины Платят Ничего себе А если Не плачет Тебе спрашивают А ты что не платишь Не такое граждание Никакое сомнительное Нет Что там Верующих нет А платят почти все Это вы о чем Сейчас я не понял А современные ФРГ У нас и нет пока Там просто Политическая традиция Такая Крайне неприятная Хорошо И так Так вот Гегеновское рассмотрение всей философии Дело к тому что Самая простая категория Категория Бытия Какого Будем обсуждать Почему Или Не будем Я полагаю Мы не будем Перечислять Все это прекрасное Двадцатистраничное предисловие Нет Будем Не будем Попробуйте Если попробуем Значит мы Опять откажемся От того что это начало Если мы хотим Объяснить То есть мы Тогда Хотим ли мы Идти вперед Тогда Мы пытаемся найти Более простой Мы ставим По сомнению Это дело Не будем Не будем Ну и ладно А почему Да Мне кажется Вы основания построили уже что ли Или мы так Очень построили Ничего очень построили Ну мы как же Нет Ну бытия Откуда Взялся термин И все сразу Прямо решили что Все Нормальный термин Все Уберем Не хотите Просто Мы говорили о том Что бытие Самая простая категория Вы можете найти Категорию проще Категории бытия А откуда Нет Откуда вообще взяли А потому что Взяли Самое Простое Понятие То есть Я есть Вы есть Ну бытия Если вы докажете Что у нас нет Я готов Да нет 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 Я очень понравился Это и есть Я вас поздравляю Я вас поздравляю Это и есть Ну да Замечательно Но ведь это не много Ну мало кто понимает Прежде чем человек А то что назвали Это и есть Мы того Дальше Даже древние евреи Книжки Ну И не только они Они тоже Владимир Сейчас в эпоху нового мракобесия. Это может быть интересно. Мы все уже перешли в категорию. Хорошо. Но она объективно связана с объективным предметом изучения. А как мы с вами вообще приходим к этим понятиям? Абстрадируем от всяких расцветок. От все, что есть. От бытия человека и так далее. Самая общая абстракция. Все есть в бытие. Совершенно верно. Когда отвлекаясь от всего, мы получаем наиболее общую категорию. А можно сказать, что это первая умозрительная категория осознания? Можете сказать. Мы не просто какой-то аккордный термин и начинаем его изучить. А за этим термином уже что-то есть. Еще нет. Пока еще нет. Без предпосылочного. Это первая категория, она без предпосылок. Давайте попробуем посмотреть. Может, не получится, тогда вы же предположите что-то более... Всего имеет предпосылок. Ну, конечно, с точки зрения бытия, я есть и телевизор есть. Это одно и то же есть. Это бытие. Нет. И тому, и другому, да. Свойственно бытие. Совершенно верно. Вот. Итак, бытие. Ну, я дальше вот уже здесь прозвучал, и люди уже пришли, некоторые посчитавшие. Если не пришли без книг, я вам хочу успокоить. Вот, дорогие товарищи, вам сейчас книга и не понадобится. Вот сейчас вот именно. Потому что настолько мало содержательной категории, что здесь не надо что-то вычитывать и так далее. Обратить не могу. Поэтому я и не просил, скажем, Романа, который любезно организовать, чтобы он как-то вот сказал, что учебник перенесите и просчитайте сначала. Не надо. И вы сейчас увидите, что может прогрессиваться без учебника. Без научного. Непосредственно сейчас. Итак, что можно сказать о бытии? Так. Максим, что вы можете сказать о бытии? О бытии? Да. О бытии вообще. Не бытие, так сказать, вашего, моего, листала, а бытие вообще. Что сейчас происходит конкретно у нас в стране? Нет. Нет. А что? А вы, видите, вы сказали конкретно. А мы, вот, пользуясь вашей технологией, мы не обязаны все слова объяснять. Я не ставил такую задачу. Очень абстрактно, наоборот, отвлекаясь от того, что в нашей стране, в бывшей стране, в нашем помещении. Потому что, на самом деле, это ко всему относится. Что можно сказать о бытие вообще? Вы что-нибудь помните сказать? Ну, да, могу сказать. Скажите, пожалуйста. Вот рассматривай его. Бытие? Да. Невыносимую легкость бытия. Ну, я понял. Это вот вы опять, это вы подсказали не рассматривать бытие, а вот взяли из этого произведения на хорошее название. Понятно, что мы с нечистой головой пришли. Нет, нет, ну, мы есть, телевизор есть, мы есть. Еще что-то можно сказать? Что мы есть? Кроме того, что мы есть. Нет, нет, не о мы, уже не о нас. Давайте. Ну, есть, наверное. Есть. Есть понятие. Бытие. Бытие есть. Есть, конечно. Вот. Так, хорошо. Евгений, бытие есть? Я думаю, бытие можно измерить. Сразу измерить. Вот тебе раз. Мера. Вы сразу собираетесь такой категории, пользуясь как мера. Ну, вот. Это не ведая бы пока для нас категория. Вот вы предосхищаете, правильно. Мы дойдем до мира, обязательно дойдем. Но сейчас пока измерять. А чем измерять-то, когда там не созерцать нечего, никакой определенности. Что вы собираетесь измерять? Бытие вообще. Мера тоже есть. Есть. Как тщательно. Она измеряна. Совершенно верно. Ну, сказали слово «бытие», значит, оно есть. Ну, есть. Не мы сказали, а мы с вами рассматриваем. Да? Вот вы же с чего начали? Что вы, глядываясь, так сказать, рассматривая на все, глядя на все, мы говорим, что это есть. Но когда мы говорим, что есть вообще, это уже получается, как вы сказали, мазрительно. То есть, потому что все конкретное. Бытие. А бытие вообще, оно мазрительно. Но поскольку это абстракция от всего действительного, то оно объективно. Поэтому оно объективно. И у вас присутствует ваше посмотрение. У меня и так далее. Все есть. Бытие. Бытие есть. Так. Ну, если я легче, значит, есть и небытие. Правильно? Я самогласил. Ваше предположение очень разумно. Но, значит, наш, значит, опять, с вами не предполагать и демонстрировать знания. Правильно, конечно, говорите. Правильно предполагаете. А вот, говори только то, вот как, помните про икота, говорит, поэт о том, что видит. А вот мы говорим только о том, что видим. Умозрительным взором. Умозрительным. Вот что вы еще можете сказать о бытие общее? Кроме того, что оно есть. Умозрительным взором. Отлично. Какая? Вот очень дисциплина ума. Говорит, больше ничего не могу сказать. То есть о нем больше нечего сказать. Значит, оно есть. Слово вы сказали, небытие, да? Это небытие и небытие. Потому что, если небытие, у нас осталась связь с бытием. Оно есть ничто. Вот второе тоже, я бы сказал, не определяю понятие. Единственное, вот оно сразу. Мы бытие с вами не определяем. Бытие есть. Это что, определение? Нет? Неопределение. То же самое, что ничто. Ну, то есть, есть и так далее. И не есть. Есть, только есть. Вот вам возражают решительные точки. Как это? Нельзя так. У нас все, что вы рассматривали, есть. Сейчас вы увидите даже. О ничто мы еще не говорили. Поэтому, что вы вперед-то будем забегать? Нет. Вперед, товарищи, что вы можете сказать о ничто? Конечно, то, что оно есть. Иначе нечего было сказать. Я сейчас ничто наблюдаю. Так. А ничто? Дмитрий, у вас это вызывает возражения? Существо ничто или о чем? То, что оно есть. Категория? Да, да. Категория, конечно, категория. Все, что сейчас. У нас все общий характер. Категория, философия. Категория есть в наших головах, скажем так. Категория ничто. Что, мы ее ввели? Мы ее распространены. Я бы уточнил. Мы не ввели, взятые откуда-то, а мы ее вывели. А вывели следует тому, что мы видим. Помозрительного взора. От противного. От приятного пожертвования. Бытия. Да. То есть раз есть бытие, значит есть и нечто. Смотрите как. Бытие. Оно есть. А поскольку оно без всяких дальнейших определений, в нём нечего содержать негрит, разжевывает, хотят жевать там нечего абсолютно. Мы должны как бы в мысли привыкнуть, что мы должны прийти к тому, что о нём больше нечего сказать. Раз о нём нечего сказать, оно есть то же самое, что ничто. А ничто, и вот мы пришли, и у нас перед взором ничто, и мы о нём говорим, что оно… Есть. Ничто. Мы сказали, что оно есть, значит, вы не можете остановить с вашим усмотрением. Значит, оно? Оно? А если вы сказали, что есть, а то, что есть, это что такое? Ну, реально. Нет, нет, нет. Мысль проводит уже то же самое. А то, что это сфера сущности, вы не знаете, так сложно. У нас уже, 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 уже звучало это. То есть, мы можем воспользоваться. А то, что есть, мы с вами это представляем. У нас же есть инструмент. А как? Это ничто нет. Ничего себе. Это вы, значит, закрыли глаза искусственные. Его нет, а вы есть. Вы же к этому пришли, к вашему усмотрению. Как этого нет? Ничего себе. Это вы, это уже стали у нас объективизм. Я отворачиваюсь, закрываю глаза на действительность. Но наука требует честности. Александр, а можно вот в качестве иллюстративного примера не доску, допустим, приводить, а связи с темнотой, допустим. А человек смотришь в темноту? Темнота есть? Есть. А что есть? Темнота в данном случае – образ. Да. Образ – это… Ну нет, чтобы умозрительно было легче понять. Да. Как объяснение можно тоже как-то это наводить. Вполне, конечно. Можно, можно. Но я не думаю, что, так сказать, иллюстрации – это не доказательство денег. Это помощь в достижении. Он же должен приспособиться, что людям… Вот мы с вами сейчас вынуждены из наших житейских повседневных дел с очень конкретными категориями и так далее. В мире чистой абстракции до уровня бытия. Это знаете, как вот подняться туда, нам кислорода не хватает. Так он немножечко к нам добавляет эту кислороду. Но имеется в виду, что люди, да, постоянно начинают сразу свойства какие-то. Представления. А тут начало же, мы же о начале говорим. Нет. Не надо ничего. В обычном быту мы привыкли мыслить себя, представлением. Мы можем что-то не назвать. Но описатель мы можем. И описать, кем он же, кто хочет, представит себе. Самый объект. Хотя у него слова, слова слова слова. Своего будет определение этому. Это представление. Мы этими представлениями, а понятия оно не связывается с представлением. Я понимаю. Я думаю, есть у тебя понятия, представление. Но будем сказать, ну там все время нужно подняться на такую высоту. А вообще тяжело. Мы чуть-чуть раз спустите, потом опять туда. И так. Ничто есть. Ничто есть. Ничто есть. Тоже самое, что и бытие. Так давайте, уважаемые товарищи. Давайте эту картину. Подведем вы только так, что мы видели. Сейчас мы увидели бытие, который переходит в ничто. Ничто, которое переходит в ничто. Значит, что тогда у нас есть на самом деле? Переход в бытие. Ничто. Переход в бытие. И переход в бытие. Переход в бытие. У нас еще не надо. Остановление. Да. И вот, то есть, теперь мы какая картина? Наверное, движение у нас все-таки есть. Движение. Всего. А зачем вам это слово «движение», когда у вас прекрасно вот есть? Переход в ничто, а ничто в бытие. Зачем лишней категории? Мысли. Да нет никакой категории. Просто мы видим движение. Видим-то что? Ну хорошо. Объективно. Мы проверяем движение. Это точно. Одну категория в другую категорию. В другую категорию в одну категорию. И за собой категорию в другую категорию. Да. Зафиксировали движение. А переход в сторону? Тоже, наверное, может как-то. Михаил Васильевич, по поводу смерти человека. Мы же сидим и умираем здесь. Опять представление сейчас. Да, да. То есть, иллюстрация того. Мы еще не нашли засновения. Мы не хочется спешить. Итак. Так вот это и есть становление. Я вас поздравляю, уважаемые товарищи. Вот когда мы выйдем из этого замечательного помещения, где очень удобно заниматься. И вот нам закончится спросить. Не мобилю, а так просто проверить. Что вы тут занимались полтора часа? Полтора часа и вдруг... И вот мы только с вами выявили, а ну-ка тебе говори, восстановление. И вот спросите, что такое восстановление? Да как вы думаете? Могу вам сейчас найдет среди, которая вам ответит на это? И смогут вынести? Я даже думаю, что я восстановление-то не даду. Потому что вот что такое восстановление надо вот эти переходы сегодня. А теперь говорят, ну это уже не для того, чтобы хищиться, как говорят, смутит. Потому что если я знаю, что такое восстановление, а вы не знаете, что такое... Не для этого, да? Мы же хотим с вами понять жизнь. Понять жизнь. И вот примеры, о которых вы говорили. Вот скажем, я беру пример из науки. Мне самому приходилось писать, значит. Моя дипломная работа, надо сделать скитку, как я написал, называлась так. Становление социалистической экономики. И что вот надо было рассмотреть? И, значит, я рассказываю, вот мы сделали то. Сначала, значит, ввели рабочий контроль. Потом рабочее управление. Потом стали осуществлять впечатление на деле. То есть строили систему централизованного плана управления. И вы думаете сразу, что надо было научиться планировать. Да? Это даже просто научиться чисто, так сказать, связывать эти процессы. Смыслительно. А потом еще надо было научиться направлять действительность в соответствии с тем, что ты связал. И план-то, например, у нас появился там, черт не знает, в 28-29 году. А без этого без плана, все же. То есть и потом тысячи планы были очень слабые. Я рассказывал, ну, наконец-то научились планировать. Первый, четвертый, второй. И после этого, значит, все средства производства обучислены. Да? Производство подчиняется общественным интересам. Социализм построен. Я описал процесс становления? Нет. Нет, совершенно верно. А что я описал? Я описал только один процесс. Итак, что мы видим с вами в становлении? Давайте, вернемся к этому. Итак, в становлении мы можем различить движение. Кто сказал движение? Игорь Анатольевич, вы сказали движение. Да. И вот какие два движения вы можете различить в становлении? Которые мы уже прошли. Ну какие какие? Из бытия в ничто. Так. Назовите, пожалуйста, его. Они же разные. Чтобы отличить, надо от каждого назвать. Из бытия в ничто. Ну, нет. Вот если мы возьмем категорию у Гегера, у Гегера у него уже есть прихождение. Но прихождение, это можно сказать, ну вот раз, пришел кто-то, нам пришел. Прихождение подразумевается, что… Я не пришел, а приходящее. Приходящее – это когда мы говорим о том, приходящее, если аксологически взять, это то, что, наоборот, в нашем понимании, в понятии, уходит. Вот так и есть. Приходит. Ушло. Слабо, что ли? Прихождение, да. Прихождение очень хорошее. Очень ложится на наше обычное представление о том, что это… Ну, ну, ничто. То есть оно умное. Ничто, конечно. Довольно его приказало. Так, а движение от ничто на бытие? Ничто – возникновение. Возникновение, да. Возникновение. Так, значит, когда я писал работу с таким рассказом, что я писал на самом деле? Возникновение. Возникновение. И это было достаточно… Так, неправильно? Почему не правильно? Ну, вот это… Одностановление, правильно. Одностановление. Одностановление. Правильно. Я что? Я что-то, значит, ради этого не было? Вот я сейчас могу… Нет, ну, это же становление… Что же не становление? Если бы вы еще написали о процессах, которые... Понятно, о прихождении. Совершенно верно. А, так сказать, ну, теперь я вам расскажу о прихождении. Значит, вот большевики, значит, рабочий контроль установили, управление. А управление не будет, значит, промышленность рушится, падает. Ну, хорошо, ну, что делать тогда? Ну, давайте создадим, так сказать, то, что было перед революцией. То есть, вот создадим большие тресты. У нас же был, значит, прогомет, продубль, огромные, опять, не тресты, а синдикаты, да, в России были. Вот мы вот создадим синдикаты. Вот создали синдикаты, чтобы как-то собрать их, противостоять этой рыночной стихии. Значит, ну, уже сидят там не крупнейшие катаристы, а сидят люди с партийными билетами, пламенные большевики, которые проекты завели и так далее. И что синдикаты сделали? Как думаете? Они повели себя как синдикаты. То есть, они взяли цены на промышленные изделия. Для кого? Для села. А цены, ну, зерона, потому что масса мелких хозяйств. А они крупные продавцы. И что получается? То есть, они, ножницы цен. То есть, они, это раз не прихождение. То есть, они говорят, ничего себе. Мы, значит, тут проливали кровь за то, чтобы власть утвердить, а вы нас грабите. Это вот приходит. То есть, там была очень большая кризис. И поэтому пришлось людям, так сказать, специально принять постановление, что ликвидировать ножницы цен, понизить цен, чтобы сделать доступным для крестьян. Там жена пошла торговать. Только это был грабеж просто уже. Ну, по таким ценам, пользуясь нашим монопольным положением, а вы нам несите свое, там, у вас очень много, там, миллион хозяйств. Ну, у вас по дешевке будет. То есть, это специально, по-моему, совершение. То есть, это вот один из кризисов был. Колоссальнейший, да, проблем. Ну, и дальше тоже с планированием. Вот планирование туда-сюда, замечательно, хорошо. Я уже запускаю некоторые вещи. Вот был встречный план такой. Помните песню о встрече? Нас в утро встречает, прохладывает. Это в каком встрече? Шстакович написал. Шстакович, совершенно верно. Это песня о встречном плане. И что такое встречный план? Значит, государство, это одно задание, а я беру повышенное задание. То есть, навстречу. И, так сказать, быстрее пройдем этот культ, быстрее план. Ну, хорошо. Я беру повышенное задание, мне говорят, вы знаете что? А вам дополнительного сырья не будет, ничего не будет, и как хотите, так, за счет своих ресурсов, это встречайте. Так, так, провал, какой встречный план? Вот те раз. Я только, значит, инициативу. По инициативе мне ручки вяжут. Это что? Не кризис. А если покопаться в истории, в историке ей скажут, так там были какие предложения? Что, ребята, у нас как-то все не так. Вот надо, чтобы, это, в середине 30-х годов, чтобы наши предприятия конкурировали между собой. И тогда будет и качество, и темпы, и так далее. Так, мы просто с вами не увидели это, потому что, такая, но тенденция была, и в умах, и в практике тоже пытались, там скажем, бригадный хозрасчет, цеховой хозрасчет, вы с ума сошли? Что цехами-то вы считаете, там? Какой хозрасчет? Это вроде как цех с другим цехом торгуешь, что ли? Вы это хотите сказать? Это же в 30-м году он был. То есть, эта тенденция присутствовала во всем. Ну а политические вы же сами найдете, там. Такое, и сякое. Думаешь, как же так? Он был вроде коммунист, прям, что-то неприлейнее тут игрок выносил. А потом, вдруг, оказывается, что он такой. Можно удивляться, было бы удивительно, если таких не было. Я бы другому удивился, что как, несмотря на то, что Еленина-то не было, и там, и ся. И, тем не менее, линию на возникновение более успешней, чем шла линия на прихождение социализма. Едем я это делал до конца. До построения. Кстати говоря, эти вещи тоже отражаются. Это тоже правильно, я себе буду рассказывать о неудачах. Провал план, не выполнили, поэтому, значит, тут провалилось, тут нехватка. Это, значит, социалистическое соревнование, а рабочий словом пишет. Да что это за соревнование такое, Дань, что ли? У нас, кстати, нету заданий, я схожу, значит, с метлой и машу метлой по двору. Это что за соревнование такое? Вот это, я могу и с этим с вами описать. И оно действительно было. И оно действительно было. Но вот истина стоит в том, что вот эти вот тенденции действуют одновременно, но, не знаю, в мышцах, что вот, какая-то. Вот победил, совершенно очевидно, что возникновение. Ну, а я думаю, что попробуй приведите свои примеры возникновения при хранении. Попытайтесь. Ну вот, откат, например, всех линий, связанных с уважением и почитанием достижения социалистического строя, который произошел в 2000-х. Вот сейчас идет, наоборот, возникновение новой тенденции. Вот мы здесь присутствующие, есть возникновение. Ну, так сказать. Да. Возникновение. Ну, все правильно. Вот мы здесь сидим, соответственно, у нас саморазвиваемся. О, мы стали условно из ничто. А потом я вернусь на работу и, скажем, условно забуду про кружевые плойки Гегеля. У меня там у всех куча дел, соответственно, замучишься. И вот мои текущие знания будут, соответственно, уменьшаться. И это будет уже, соответственно, прихождение. Из бытия. Вот так и будет. Внижение. Вот так и будет. В общем, так и будет. Водним инем тут мы с вами. Вот так и будет, на самом деле. То же самое, что и вы, наверное, когда, в то время, когда вы писали условно работу, конкретной темой занимались, вы там знали абсолютно все. А прошло время, я то же самое делал, да, когда работа писалась. Вот, то есть, и, соответственно, дальше уже мы не являемся такими специалистами, которые были в том момент написания. Совершенно верно. Это очень знакомо. Да, да, да. Ну, можно еще пример провести из морфологии. Ребенок рождается, дифференциация нейронов у него заканчивается при рождении. То есть, ребенок родился, он начинает развиваться, он развивается, 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 а нейроны головного мозга, они гибнут всю жизнь. То есть, вот так. То есть, связи образуются, а отдельный нейрон, они погибают, погибают, погибают потихоньку. Вот такое движение. То есть, ребенок развивается, все, да, а нейроны погибают. вот это поможет? от того, что у Гега сейчас рождение и сейчас смерть да, да, вот прям да, вот прям сто процентов хотя это грусть, грусть это всегда можно назвать тем, что лучший способ не умирать от нерождаться так что родились, слава богу он единственный, по-моему радоваться надо обстоятельствам понятно я думаю, что это так вот теперь наступает сложный момент очень сложный момент предупреждаю, да итак, хорошо, вот восстановление движение ничто-ничто-ничто-ничто-ничто-ничто-ничто и теперь вот это будет бесконечное движение, или как и вот все время так в бытие приходит ничто, а ничто переходит в бытие конечно, бесконечное ну тогда я так Роман, я думал, что мы с вами будем заниматься саматически как-то раз 20 просто никуда не денутся между ними никуда не денутся вы только захотелось я думал, Максим, может вам понравилось, а второй раз еще приходить-то, вы то же самое услышите, но в иском же можно, одно и то же живое да, грустно, конечно, и грустно но попробуем все-таки избавиться от этой грусти и вот на чем у вас включил внимание итак, значит, мы видим, что становление есть благодаря разнице между длительным и ничто мне было тогда бы ничто написано как становление как движение, нищто, нищто или бытие, это и становление а давайте посмотрим, как бытие в исновлении основлении нет бытия, есть бытие, перешедшее — ничто а ничто? Бытие. Так на самом деле у нас нет ни бытия, ничто есть единственное бытия, ничто. А какое единственное такое? Бытие – превышенство ничто, а ничто – превышенство бытия. Значит, разница между бытией и ничто – снимается. Исчезает. Снять становление. Ну, исчезает, можно сказать, исчезает. Можно сказать, исчезает, но она не снимается, потому что она потом исчезает. Потому что мы-то думаем, что бытие, чистое бытие и так само по себе, а оно только теперь есть как перешедшее ничто. То есть, единство получается. А ничто? Вот одно ничто тоже есть, а теперь оно только как перешедшее бытие. Это окрас два единства. Бытие – ничто. Так это бытие – ничто единство, значит, на самом деле, они становятся тождественными. Так происходит исчезнение. Напоминаю вам, что становление благодаря разнице между бытиями и ничто. А теперь эта разница исчезает. Значит, что у нас исчезает? Исчезает. 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 Вы хотели нас напугать, скажите, что нет, не приходите. А я-то понял, что дело так обстоит. Да приждал, договорился. Не-не-не, приходите, приходите. Потому что как же? Исчезает. Итак, исчезает в виде беспокойного единства бытия и ничто. И получается снятое становление, да? То есть какое-то беспокойное единство, которое имеет форму чего? Бытия. То есть результат снятия становления что? Какое-то есть. Можно наблюдать. Итак, становление исчезает. У нас есть снятое становление. Оно? Снятое становление, оно имеет форму, что оно есть. Значит, это, если есть. Ну, хорошо. А вот я понимаю, это сложный, чем приход. Я согласен. То, что исчезает становление, это, так сказать, исчезает вернее разница между бытия и ничто. Это вот мы постили с вами? Да. Потому что была разница, а теперь двое единство бытия и ничто. Значит, тогда нет разницы между бытия и ничто. Ну, это умозрительная разница. Ну, мы говорим о чистом, как я понимаю. Ну, бытие и ничто. Они. Имеет место быть? То есть они есть, и они разные. Нет, здесь мы говорим о чистом бытие и ничто. Но они не существуют как бытие и ничто отдельное. Они существуют только как бытие переходящее в ничто и как ничто в бытие. Переходящее только в этом. А в этом движении они исчезают. Можно фиксировать. Мы одновременно наблюдаем то, что разное, то что оно уже не перешло. Не переходящее, а перешло. Оно же не верит, что бытие перешло в ничто. Оно же перешло. Давайте правильно фиксировать итоги. Не переходящее, вот тогда его движение. Оно перешло в ничто. А ничто в бытие перешло. И в бытие перешедшее ничтое, а в ничто перешедшее в бытие. Значит, разница между ними исчезает. А значит, исчезает без остановления. Итак, у нас было беспокоение, если бытие ничто. Причем-то было бытие ничто. И появился результат, который есть. Если есть, это значит что? То, что есть, это что такое? Бытие. 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 Ну, какое? Чистое. Нет? О, это вы уже забыли. Вы не историк? Я историк. Вы всю историю забыли. Вот надо же, как обидно. Нет, нечистое. А почему? Почему нечистое? Потому что это чистое, о котором нечего было сказать. А об этом мы можем вполне определенно сказать. И вы со мной скажете, что это бытие как результат. снятие, становление. Это уже определенное. Подождите. Почему? Это первое. Это первое стегорие, что мы сняли его. Ну, через что мы его. Да, как он так? Через снятие. Получается. Александр, это первое стегория бытие получается. Пока и первое. Ну, а как он? Как же третье? Нет. Ну, то, что мы можем. На всем будет бытие. У нас даже не что бытие. Что вам все первое? Ну, считайте, можете третье. Нет, оно еще, оно еще только, оно еще только, если мы говорим о числом бытие, оно непосредственно. Непосредственно. Если вот мы подойдем к доске непосредственно, прямо кнемся носом, если он не скажет, что это доска, вот мы попытаемся описать, что мы видим перед собой. Мы еще не увидим. Непосредственно. Нет, нет, нет. Непосредственно. Чистое. Чистое. Чистое знание о доске. Нет, нет. А уже... Сейчас уже очевидцы совершенно, что... А здесь мы уже наблюдаем его. Мы его можем рассматривать. И там мы рассматривали тоже бытие. Но там было просто чистое бытие. Которому нечего сказать... А вот здесь было заранее сказать, что оно будет чистое. А здесь и о другом. Ну, что заранее? Я бы сказал бытие, для себя их определили чистое бытие. Ну, потому что бытие бывает разное. Совершенно верно. Конечно, разное. Поэтому мне показалось, что вы говорите, что вот это чистое бытие. Нет, это не чистое. Ну, товарищ, конечно. Я знаю, что это звучало, что оно определенное. Ну, чем оно определенное? Да погодите, что определенное. Вы не знаете, что я говорю, что это еще определенное. Вы пока говорили о том, что вы получили бытие, как бытие. Ну, имеется в виду вот это. Фигуре определили, как бытие. Это понятно. Ну, мне вообще-то отрицательно определить. Нет, нет, нет. Мы сняли, что нам приобрали. А что, снятое становление, это что-нибудье? Нет, наоборот. Результат. Результат снятия становления есть. Ну, да. Значит, это... А при чем там ничто? Там даже в голову не приходит мысль, ничто здесь. Оно есть. Это значит бытие. Но, а дальше вторая мысль. Это бытие как результат снятия становления. То есть с историей уже, с некоторой, в отличие от того. Ну, нельзя же детям отпускать, разным детям давать одно и то же имя. Ну, как-то это, с фамилией и так далее. Да. То есть мы же теперь должны их отличать, а различать мы должны дать другое название. Ну, какие-нибудь. Поэтому оно бытие, ну, какое оно? Ну, что-то должно быть. Вот поскольку оно спокойное, там было беспокойство, да, при другом. А здесь исчезает беспокойное и нет, значит, спокойное. Результат получается. Если исчезает, вот скажите, что исчезает, что вы считаете спокойнее? Ну, спокойное. Что тогда будет? Если человек беспокойный, что это будет? Спокойное. Спокойное. Совершенно нет. Так вот, будет спокойное бытие. Ну, а раз спокойное, так которое не исчезает, ничего, мы поищем термин подходящий. Олег на личное бытие. Налицо. Ну, наличное бытие. Наличное бытие. Наличное бытие. Теперь я могу дать мне. Вы можете дать, у него и заслужите, если это нужно. Что такое наличное бытие? это бытие на снятие становление на личный бытие он уже определенный потому что мы определяем было беспокойно потому что вы не знаешь такой определенность нет секундочку это не я забегаю это гигант примечатель забегать вперед обратите внимание что есть примечали этот рожок мысль который вслух который с этим возникает это не ход логики ход логики у него нет примечания как раз наличные бытие ну например переходы возраста у детей такое сякое туда-сюда и вдруг ба молодой человек уже устоявшийся уже думаешь вот это да устоялся в жизни вот что такое переходный возраст это как раз есть и то и сё он вроде бы и взрослый а то пальцы отдаст а то такой выкинь штучку думаешь да ты взрослый ребенок так это же переходный у него ребенок есть тоже это ребенка и то и прихождение так как это вкладывают дети о помощи у блога и вновь порывы юных лет и буйство скочила крайность мнений так порывы юных милый ты уже не юноша а порывы вы видите возвращается при чем мы тогда детей это ждем от перехода а там вам педагоги расскажут что у них переходы от трех до пяти переходы вообще бесконечные переходы педагогика в этом смысле очень диалектично надо знать и того и другого и поэтому если ты взялся воспитывать ты не думаешь что ребенок будет все время парить да он все время будет выкидывать твой парик и когда достигнет наличного бытия вот когда он воспитанный человек уже ну там да сам владеет видимо это долгий процесс поэтому наберите терпение у того человека что он сегодня на завтрак сегодня хороший завтрак что он так себя ведет это естественно потому что это переходный возраст когда еще будет наличным идти спокойнее и так далее поэтому это ко всякому процессу становление там специалиста тоже он вроде уже что-то достиг а в счет провалился там же становление а специалиста ждешь стабильности он знает он но специалист на самом деле становление спортсмены тоже неспособное а там может что-то такое так это вот для всего справедливо и вы в своей жизни всегда можете найти опять какой-то процесс своего становления в чем потому что все есть становление это все вообще в тебе ну это к вопросу о том вот интересный вопрос скажем китай китайский на уровне публика значит какой еще там период развития мощного а с точки зрения с точки зрения так сказать укладов и так далее там же есть как мы знаем государственную можно сравнивать например с наехать многоукладная экономика у них разные виды хозяйств есть коммунистическая есть мелкотовары всякие госпиталистические концессии в том числе как переходный период у них социализм они социалистическая сторона поскольку власть социалистическая сторона начинается установление власть рабочего класса тёста вы ël уже еще уши дает меня верно мне это Так что, то есть, это что? Не, катались за лицо. Что? Вот и Нагал. Я почему-то знаю. КПРФ Нагаль. Зюган, особенно, в 90-м году. Мы будем как Китай. Да почему как Китай-то? Как Китай? Что-то... У нас нет миллиарда за человек. Не в этом дело. Я хочу сказать, что можно за конечную цель выдавать переходный период. Вот мы будем попасть в переходный период. Это же переход. Там их тоже трясет, между прочим. И нас трясло в переходный период. И вы хотите этого дела развести? Ну да, у них долгий период идет. Понятно, большая страна. Проблемы. Это раз. Во-вторых, извините, нам надо было форсировать переходы. Потому что кто нас защитил? Да, у! Кто? Только думаешь, не то Англия-Франция нападет на нас. Не то Германия. Выбираешь, кто нападет. А кто защитит, это не было. А китайцы могут спокойно. Вот Владимир Владимирович сообщил, как мы оснащены. Так это оружие только нас защищает. Китай тоже. Куда им форсировать? А не мог спокойнее, не спешить. Действительно, страна огромная. Проблемы огромные. Там бедность еще 100 миллионов. То есть, я думаю, что по Шанхаю судить о том, что происходит. У меня есть свои проблемы очень острые. Проблемы переходного периода. Мифтализм рождается в севере, миллиардеры. Их там, ведь они все равно возрождаются. Я надеюсь. У них проблема к тем, что они занимаются в кушках любителей конфуция. Вот когда они переведут кошки, я говорю. Они, кстати, еще любят конфуция. Конфуция тоже... Это же... Побыстрее. Это же голосом. Я с вами согласен. Аристократически... Как вы переводите науку Лориду? Потому что я понимаю. Я говорю. Как можно иероглифами... Ответ один. Крайс, у нас очень хорошие переводчики. Они, где мой? Я не могу проверить, потому что не знаю. Иероглиф, не могу проверить, что из этого выходит. А так вообще, да. Это вопрос. Как они в этом структуют? Развитие-то витепаркод. Ну и вообще, в принципе, достаточно просто основываясь на классической конфуцианской и доосийской культуре воспринимать диалектику. Кстати, да. Потому что у них же и я, и единство варю в противоположности традиционной культурой. Это я с вами понимаю, что они тем самым предрасположены к диалектике. Но это еще... Это хорошо, только они этим занимаются уже сколько? Три миллиона. Не та форма диалектика. Три тысячи. Самый высший. Это письменный. Даже по самому. Да, а не письменный тогда. По самому высоким образцам, которые есть. Где-то четыре с половиной. Я бы не назвал. Значит, это не на высшем. Почему он салют? Культура предрасполагает. Да, ну, никто не знает, как это дело закончится. Можем пожелать им успехов, чтобы все-таки они к этому берегу пришли. Но это очень скромный процесс. Очень скромный процесс. Но мы теперь понимаем, что это переход не перенит. Потому что такое китай. Поэтому, когда говорят, да вы чего? Как я вспомню, Немцов, значит. Вот, Китай. Я там общаюсь с лидерами под красным знамением, он сидит, там, так сказать, рыночник и так далее. Вот, это вот, это же не такая там, действительно, противоречивая. А как Ленин говорил? Как он-то говорил? Коммунисты, значит, большевики должны научиться торговать. Торгашами должны стать. Потому что если вы будете только с партийным билетом, но в этой стихийной борьбе, то сказать, коммерчески не победите, значит, вас победят. И все, хочется на этом коммунизме есть ваше. Чего тогда удивляться? Вот они тоже научились торговать. А раз научились торговать, дальше может прихождение коммунистов походить. И он же говорит, а мне нравится. Я торгую, хорошо. Так а почему же я торгую в моем государстве? А может, я для себя буду торговать, наверное? Поехал. И это вот тоже понятно. И они тоже от этого не страхованы. И они понимают. То есть, полой надо столько, сколько вырастает с санят. Он все равно будет вырастать. Почва есть для этого объектива. У учившегося коммуниста коммунистическая идея не пришла в процесс нахождение. Уважаемые товарищи, я думаю, что мы с вами программу выполним в сегодняшнем занятии. Ну вот, собственно, понятно, как будет проходить. Мы с вами будем идти, только сколько можем пройти. Своих, конечно. Потому что пробежать-то можно просчитать все это. Мы с вами, ну это вот надо выразить понятие. Я думаю, что сегодня, кстати говоря, можно участвовать, да, но вам будет с вами то же самое проделать. Скажем, пройти, скажем, до наличного бытия.